Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Привет, друзья! В моей мастерской есть уставший молоток. И сегодня хочу вам показать, как за пару минут можно оживить этого парня. Молоток насаживали на клин. Со временем он рассохся. Да и вообще он вылетел. И поэтому сам молоток ходит ходуном. Таким инструментом работать нельзя. И это небезопасно. Поэтому зажимаем молоток в тиски и отрезаем рукоять. Далее просто выбиваем остатки деревяшки. Следующим этапом решил привести немного в порядок. Чутка подшлифую. Но при этом буду делать это слегка. Чтобы появившиеся раковины за многие годы также остались на своем месте. Я преследую цель. Полностью восстановить молоток в рабочее состояние. А что касается внешнего вида, это убрать ржавчину и придать ему немножко старинный вид. Во внутренней части молотка также убираю всю ржавчину. Тут уже использую бор-машинку. Рукоятка для молотка у меня новая. Она чуть шире отверстия. Поэтому ставлю метку, зажимаю уши в тиски. И с помощью шлифовального круга стачиваю часть древесины. Стараюсь добиться такого момента, чтобы рукоять входила в отверстие с помощью небольшого усилия. Кстати, для ручки молотка хорошо использовать породу дерева, такие как ясень, рябина, береза. Рукоять заходит вглубь. Больше половины. Этого достаточно. Остальное запрессуем. Далее беру в руки хомут. И сразу закрепляю его с другой стороны, около края. Такой хомут предохранит ручку от трещин, когда мы будем ударами насаживать молоток. Если этого не сделать, то можно расколоть ручку. Теперь понадобится кусочек резины. Я буду использовать камеру от автомобильной покрышки. Кто-то их также использует от велосипедной. Она тоже подходит. Моя покрышка у меня в ходу. И уже насаживал топор по такому способу. И результат просто отличный. Отрезаю небольшой кусочек и примеряю. Вставляю вовнутрь молотка. И кусочек резины не должен нахлестываться. Он должен быть практически встык. Но при этом пару миллиметров не доходит друг до друга. Для лучшего скольжения я всегда использую жидкое мыло. Оно со временем быстро растворяется и выветривается. И тем самым резина уплотняется. Если нанести сюда масляную смазку или тот же самый литол, то он будет долго сохранять свои свойства. И от долгой продолжительной работы молотком сам молоток может съехать. А мыло быстро исчезнет. Буквально за пару часов. И все будет сухо. И теперь можно смело забивать рукоять. Молоток сидит очень плотно и надежно. Теперь наведем марафет. Для начала срежем лишние части резины. Зажимаю в тиски и отрезаю выступающую часть рукояти. Чтобы определить нужную вам длину рукояти, возьмите двумя руками за нее, как я. У меня рукоять прям идеально подходит для моего хвата. Молоток полностью готов к работе. Но так как я купил черенок в магазе и рукоять гладкая, при ударах она скользит по руке. Поэтому решил сделать следующее. Сначала обжег рукоять, чтобы придать поджаристый цвет. Далее ставлю на болгарку металлическую щетку и обрабатываю рукоять. Брошировкой, конечно, наверное, это не назовешь. Но из гладкой поверхности мы сделали шершавую. Теперь осталось покрыть рукоять защитным маслом и дождаться высыхания. И вот молоток готов к работе. Рукоять отлично лежит в руке и не скользит. И мое мнение, не пользуйтесь клиниями, а насаживайте инструмент с помощью резины. И забудете, что такое болтающийся молоток. И не дай бог там вылетающий. Так что, друзья, напишите коммент, как вам такой способ. И какие еще вы знаете. Поделитесь это со всеми. Поставьте лайк этому видео, если было полезно. И подписывайтесь на канал. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. Всем спасибо за просмотр. Всем мощного, хорошего и классного рабочего инструмента. Всем пока-пока.